что всё в жизни этой знаменитой пары легко и безоблачно. На самом деле, судьба не раз проверяла их на прочность. Субтитры создавал DimaTorzok За рулём звезда мирового балета Владимир Васильев. Рядом красавица-жена и великая балерина Екатерина Максимова. Васильев прибавляет газу. Неожиданно на дорогу выскакивает лось. Что-то огромное, как слон, оказалось перед машиной. Мы ему ноги перебили, потому что он перелетел через машину. Я вылетел через крышу из машины. И, слава богу, она была фибровая. Крыша вылетела, а Володя вылетел через крышу. Проехал по траве, наверное, метров 20 ещё и кусты. А я вот головой в эту переднюю стойку. И в неё было раскроено просто всё вот здесь совершенно. Лица как такового не было. И потом мне Катя рассказала, что я говорю в этот момент. А я рыдал, и мне нужно было сказать, что ты очень хорошо выглядишь, ты очень хорошо выглядишь. А потом я вышел, ужасно, у меня была истерика. В это время позвонил Григорович, который тоже плакал по телефону. Ой, это лучше не вспоминать. Судьба не раз подставляла под ножки Екатерине Максимовой. Но у хрупкой балерины оказался железный характер. Каждый раз, когда выходила Катя Максимовна, я начинала плакать. Вне зависимости от того, что было за балет. И нет, это были не слёзы такого тихого умиления, как когда говорят, хрупкая фигурка, эти худенькие плечики и так далее. Нет, это было от какого-то ощущения счастья, которое ты испытываешь, когда ты встречаешься вот с таким ярким проявлением таланта. Ну что может быть божественнее? Я бы так хотела бы вот, ах, поднять бы ножку. И чтобы все увидели, как прекрасна, как пленительна женщина. Президенты, короли и королевы приходят к Максимовой за кулисы, чтобы выразить ей своё восхищение. Самое главное, это не президенты, это твои же собратья по искусству. Вот когда Анна Маньяни поцеловала руку Кате, то это стоило поцелуя десяти президентов вместе взятых. Потому что это была Анна Маньяни. Великая актриса. Здесь вы приличные. И в перку. А они это приличные, я просто, бог знает какой. Какой-то ужас. Это просто кошмар. Никто не думал, кто будет мировой звездой или ещё чем-нибудь. Это просто ужас. Учились и хотели танцевать. И открыла руку, вздохнули ручки. И три за кончиком пальчиков заглянула, заглянула вот сюда, под руку. Ещё. И раз. Два по прямой. И в разные стороны. Три. Так. У тебя сейчас что? Математика? Ну, трояк исправила свой? ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сразу видно с первых секунд ноги. Как отточенные карандаши подъёмы. Дероятные. Говорящие ноги. Этим всё сказано. Но, во-первых, они безупречно работающие технически. Юная балерина могла часами заниматься у станка. Выдерживала любые нагрузки в танцевальном классе. А вот блистать в общеобразовательных дисциплинах у талантливой Кати не получалось. Максимова с трудом сдавала контрольные по физике и химии, прогуливала математику. Однажды, когда учительница в очередной раз потребовала у Кати дневник, чтобы поставить жирную двойку, Катя не подчинилась. Да, она была абсолютно права, потому что я не выучила урок. Она сказала, ну, что сказать, вызвала меня к доске. Я сказала, я не пойду отвечать, потому что я ничего не знаю. Говорю, ну, тогда давай дневник, и я тебя поставлю. Я вместо того, чтобы подойти ей до дневника, я его так кинула. Разразился скандал. Максимову выгнали. Сначала с урока, потом из школы. На этом карьера будущей королевы по лету могла закончиться. Десять дней девочка просидела дома. В школе предупредили. Мы возьмем тебя обратно, если попросишь прощения. Но Катя молчала. Мама меня привела к завучу. Я стояла и мычала что-то. В общем, он долго меня уговаривал все-таки сказать, что я не права, и все. Я все это время промычала. Так и ничего не сказала. Но он, в общем-то, это все свел на то, что вроде как. Но она же не возражает. Ну, и меня взяли обратно. Изящная фигурка с лицом ангела. Преподаватель классического танца Елизавета Герт поначалу так Максимову и воспринимала. Но очень скоро поняла, что заблуждается. Миниатюрная Катя доводила педагога до белого коленя. Я не видел, к счастью, ни разу, чтобы она хваталась за стул. И вообще не представляю себе, Елизавета Павловна Герт, которая бы схватила стул и бросила ее в Катю или Лейку. Но были действительно такие случаи. Елизавета Павловна еще называла это каменизм. Вот у Максика опять какой-то каменизм. Ну, звездная норовистость уже была. Она меня звала Максик. Ну, пожалуй, сделай. Ну, и вот уговаривала. И так, и сяк. Конечно, ей тяжело пришлось. Со мной. Несмотря ни на что, Максимова – любимая ученица Герт. Педагог быстро усвоила, что характер у ее воспитанницы далеко не сахар. Но за девочкой угадывалось большое будущее. Поэтому многое Кате прощалось. А теперь еще раз посмотрите на Катю Максимову. Посмотрите и запомните, как она танцует. Ведь потом в кассах вы билеты не достанете. В выпускной класс, госэкзамены. За балетные дисциплины Максимова получила пятерки. Но историю провалила. Я даже билет не посмотрела. Я положила, говорю, я ничего не знаю. А там какие-то вопросы были такие, ну, которые можно было ничего не знать и ответить. Характер был. Дурацкий. Возможно, Екатерина Максимова так бы и страдала от своего несносного характера. Но 26 августа 1958 года ее приняли в Большой театр. Вчерашняя выпускница хореографического училища стала танцевать на одной сцене со звездами мирового балета. Галина Улановой, Ольга Лепешинской, Майя Плесецкой. Вы представьте себе, она пришла в театр в момент, когда на сцене блистала Плесецкая. В самом расцвете. И стала танцевать те же спектакли, допустим, Дон Кихот в очередь с Плесецкой. Это было непросто. В Большой театр принимают только лучших. Среди артистов всегда была и по сей день остается огромная конкуренция. Жесткая борьба за место на авансцене продолжается без перерывов. Чтобы не только выжить, но и заявить о себе, Екатерине Максимовой пришлось кардинально меняться. Потом как раз наоборот все. Уже когда я начала работать в театре, меня, так сказать, так, пообтесали. Я не была такой, в театре я уже не была такой строптивой. Так, а теперь садись. Садись, садись на пол. Больше еще, ровнее плечи еще. Так, рукой заодно можешь подъем себе тянуть. Угу. Заднюю ногу тяни, тоже тяни. Вот так, еще левая ряда, еще ровнее. Вот так. Давай, гнемся назад. Гнись, гнись под право лапу. Еще. Ой, больно. Еще. Вот так. Ну и что, что больно? Все, сейчас я потащу. Переходи на круг, на круг. На круг переходи. Нет такой балерины, которая не мечтает танцевать на сцене Большого театра. Но мало кто знает, что Большой может не только вознести, но и уронить, покалечить. Тело артиста, как главный рабочий инструмент, приходится постоянно ремонтировать. Максимова танцевала-то давно относительно, а тогда все же резалось, если что, вдруг плохо. Только вот один момент, где она вот в ланюте. Максимова анюта репетирует, вот, и что-то там у нее опа, разъехалось. Ну и прогон остановили, тоже на репетиции в костюмах в Большом театре. Она настолько перенесла травмы, операции и так далее в своей жизни вообще. Ей плечи пришивали, и колени ахиллы. 1975 год. В Большом театре идет репетиция Ивана Грозного. Екатерина Максимова во втором составе. Балетмейстер Юрий Григорович неожиданно просит ее встать в пару к исполнителю главной роли, артисту Юрию Владимирову. Максимова к такому повороту событий была не готова. Ну, меня подняли, а как спускался, я не знала. У меня закинулись ноги. Там пробовали одну поддержку, и она у нее просто, спускай, вырвалась, и головой в пол. Екатерина решила, что ничего страшного не произошло. Приехала домой. Вечером, по привычке, села штопать пуанты. А подняться уже не смогла. Сильная боль пронзила все тело. Я не могла зубы почистить. У меня руки не поднимались. У меня были такие боли, что я просто, ну, почти каждую ночь я кричала, и меня вызывали неотложку. Это страшное было совершенно время. Наверное, несколько месяцев она не могла шевельнуть даже пальцем. В 36 лет Екатерина Максимова могла остаться инвалидом. Она лежала в одной больнице, потом другой, третьей. Врачи никак не могли понять. Позвоночник вроде не поврежден, а состояние пациентки с каждым днем ухудшается. Екатерина обращалась даже к знахарям и экстрасенсам. Но ничего не помогало. И тогда Васильев решился на отчаянный шаг. Какой-то был прием в Кремле. И министр был, и были какие-то еще на политбюро. Вот он туда вылетел и, в общем, да, начал на них кричать. Вот вы здесь идите и пьете, не сложитесь с жизнью, а вот человек в таком положении, никто не может помочь. Пойти на конфликт с членами политбюро Васильева заставил страх за жизнь любимой. Но он добился места для Максимовой в Кремлевской больнице. Доктор Владимир Лучков выяснил, диск позвоночника у балерины выскочил не наружу, как это чаще всего бывает, а внутрь. Его можно было нащупать только через живот. Поэтому врачи так долго не могли поставить правильный диагноз. А когда мне заниматься можно будет начать? Когда одна там завотделение врачей их не выдержала, говорит, ну, совершенно ненормально. Мы тут думаем, как сделать так, чтобы все-таки, ну, 75-й год, молодая женщина еще была, чтобы вы не в колясочке ездили, а все-таки нормально могли ходить. О каких танцах вы вообще говорите? Лучков специально для Кати разработал уникальные растяжки. Но предупредил, вылечить позвоночник можно только с помощью специальной гимнастики. Тогда появится шанс вернуться в балет. Почти год Максимова боролась за свое здоровье. Она решила во что бы то ни стало опровергнуть суровый приговор врачей. Вам больше нельзя выходить на сцену. Спать после этой травмы Катя могла только на доске. Каждое утро начинала со специальной гимнастики. Днем массаж. Еще вдох сделай. И выдох. Балет это очень тяжело. Я сейчас смотрю, как детей отдают в студию балетную, да, то есть в школу, ну, в хореографическое училище. И мне так жалко маму или папу. Ну, больше маму. Это самый вредный цех. А балерина, прима-балерина, да, она выкладывается на все 110%. Чем является вот Катя Максимова при ее хрупкости, такие мощные мышцы. Прямо, знаете, вот как металл какой-то. Вы знаете, Феликс Эдмундович Дзержинский не выдерживал этого. То, что, допустим, мы делали. Она просила, вот, посильнее, поглубже. 10 марта 1976 года впервые после травмы Екатерина Максимова танцевала на сцене Большого театра. Я сидела в ложе, и рядом со мной Ляля Ванка, артистка, которая из Большого театра. Она, значит, выход Кати, она берет мне за руку и говорит, «Ой, вы тоже все взмокли, у меня были руки потные от страха». Она протанцевала, все было прекрасно. Ну, когда она вот здесь вышла в «Жизеле», и пять минут не было слышно на оркестре. Такое слово встретило, как и было. Произошло чудо. После того, как Екатерину Максимову приговаривали к инвалидной коляске, она танцевала еще 20 лет. И подняла, раз. Так, пошли. Кисти мягкие, руки держим. Опускаем на палец сначала. Подставили позицию. Так. И подошел в арабеск, встали, раз. Подъем, рыбка. Так. Ну, с вытянутой, с вытянутой стопы идем. Поставил. Ноги собрали. Стоп. Когда ты ее поднимаешь, ты меня слышишь? Я с тобой говорю, не засмотрелась на партнершу. Рано еще. Не окажись в тот роковой момент Владимира Васильева рядом с Максимовой, возможно, она так и осталась бы в инвалидной коляске на всю жизнь. Но ради любимой муж был готов на все. Да и сама Катя очень старалась. Их поддерживала любовь. Вместе они победили. В первую очередь надо все-таки что-то делать. Надо репетировать. Надо репетировать, да. И пробовать. Мы же первый раз, Володь, делаем. Ты хочешь, чтобы сразу все хорошо? Нет, для первого раза просто очень хорошо. Я, честно говоря, просто даже не ожидал, что так получится. Кстати, главный приз своей жизни, любовь самой Екатерины, Васильев получил тоже в борьбе. Первые годы наши в школе мы с Володей как-то вот не были, ну, то, что называется, вот в одной компании. Мы как-то уже с ним вот увидели друг друга и, так сказать, начались какие-то наши взаимоотношения. Это уже когда нам было лет где-то, ну, 14. Есть нечто в любви, то, что объединяет всех влюбленных. Для них этот объект любви самый-самый-самый. А началось все с танца. В Московском хореографическом училище Катя и Володя с вдохновением танцуют вместе. Пока это только не более, чем танцы. У Васильева свои симпатии на стороне, у Максимовой свои. И так все годы учебы. Ну, я и до Володи целовалась. Ну, была холодная зима, а у меня что-то было назначено сразу несколько свиданий. Поэтому я сначала к одному побежала, потом к другому, потом еще и довольно долго провела на улице. Пришла с мороженой щекой. Все-таки была какая-то симпатия, какие-то флюиды было видно. Они танцевали много. Это всегда способствует. Возникновению каких-то особых чувств, я бы сказала. Вот, очень способствует. В девятом классе Максимову начали мучить чудовищные мигрени. После репетиции Володя доставлял одеревеневшую от боли Катю домой. Только через пару часов она приходила в себя. Васильев ни на шаг не отходил. Поэтому для всех стало неожиданностью, когда на вечеринку после выпускных экзаменов Максимова пришла с другим. Был мальчик там, постарше чуть-чуть. И я думаю, что там был романчик. Ну, это чувствуется сразу, как бы, да, ну, вместе, там, полуобъятия такие. У нас была вечеринка. И это было, в общем, абсолютно видно. Все немножечко, чуть-чуть, ну, капельку выпили. Не так, чтобы уж. Вот. Это было заметно, что это... Ну, Володи там, по-моему, даже и не было. Но это был не Володя. Даже сейчас Максимова и Васильев не хотят говорить о той размолвке. Но финал известен. Они расстались на целых три года. Вершину под названием «Большой театр» каждый из них покорял самостоятельно. Пришли в театр, ну, и у Володи был роман другой, и у меня был роман. Потом прошло какое-то время, мы опять встретились и поняли, что все-таки... Некоторые скисают. Некоторых... Все кончается, обрыв, все... Не знаю, под поезд. Жизнь кончена, и все. У меня, например, каждое такое противоборство, противостояние, оно вызывает такой прилив энергии. Мне все время хочется доказать, я должен быть лучшим для нее. Они вновь встретились у общих друзей. И после этого уже никогда не расставались. 3 июня 1961 года между репетициями Максимова с Васильевым зашли в ЗАГС. Расписались. Через день улетели в Париж. Это были единственные молодожены в Советском Союзе, которым власти официально разрешили провести медовый месяц в городе любви. Но в Париж они полетели не одни. Их сопровождала группа чиновников, организовавшая в столице Франции показ фильма «СССР с открытым сердцем». В этой картине Катя и Володя сыграли молодых артистов балета, влюбленных друг в друга. Впрочем, играть им эту роль не пришлось. Они ее просто прожили. На сцене они – идеальная пара. Великие артисты. За кулисами – живые люди. Изящная красавица Максимова притягивала сотни восторженных глаз. Васильев мужественно сносил ухаживания всех ее воздыхателей. И если срывался, то лишь иногда. Левнивые. Бывали случаи, когда проявлял себя так. Впрочем, об этой закулисной стороне своих отношений Максимова и Васильев предпочитают не рассказывать. После Володи ни с кем общаться нельзя. Вот вам ее отношение ко всем. Если бы я потерял уважение к ней, наверняка мы давным-давно бы могли разойтись. Если бы не было взамен страсти вот этого приходящего, и не только уважения, а теплоты, конечно же, это все уходит. Эти охлаждения. Когда ты понимаешь, что ты все равно не можешь друг без друга. Они друг без друга жить не могли и не могут. Причем ничего общего по характеру у них нет. Ничего. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Ну, я не могу сказать, что я лед, но пламя он. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Знаменитый дуэт Максимова-Васильев отмечает юбилей. 50 лет творческой деятельности. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господа, пожалуйста, с юбиллярами. Вот сюда, на кромочку. На кромочку. Ты что-то видишь, там в кадре. Руку, 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 руку. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Карла, иди сюда, иди сюда. Иди в Большой театр. Давай в Большой театр, иди сюда. Сейчас я принесу, подожди, секундочку еще. Сразу тебе сах... Ты же без сахара. Балыч? Да. Руки, не хочешь? А, ты, ты. Как думаешь, да стоит у нас елочка или нет? Ну, так она пока стоит, вкусненькая. Все-таки это традиция. Да, да, для этого. Да. Раньше дня рождения. 1977 год. После тяжелейшей травмы Екатерина Максимова не только вернулась на сцену, но и рискнула пойти на эксперимент. Она согласилась сняться в кинокомедии. Друзья и коллеги отговаривали. Зачем тебе это надо? Ты испортишь свою репутацию. Но желание попробовать что-то новое для Максимовой всегда оказывалось сильнее страха перед провалом. Сама по себе возможность сделать что-то совершенно новое, то, чего она раньше не делала, заставляла ее работать со всеми абсолютно. Ну, кто такой был Дима Брянцев, когда он начал работать? Его никто не знал. Это начинающий балетмейстер. А получилось ведь, получилось действительно открытие. Балетмейстер Дмитрий Брянцев и режиссер Александр Белинский предложили Максимовой главную роль в фильме «Галате». Правда, в тот момент они даже не подозревали, чего это им будет стоить. «Все, свет стоит. Свет стоит очень долго. Блядя Катя, вот так скрещена, руки на груди, желтый тренировочный костюм. Ну, мы когда-нибудь будем снимать? Я, мы ждем только тебя, уже стоит свет. Ну, я знаю, как у вас стоит свет. Все начнется с начала. Все, как здесь, вот, на сайте». Саша, он человек нетерпеливый, говорит, все снимется, все будет хорошо. Я говорю, ну, я должна понять. В разбирательствах обычно проходило полдня. В итоге у режиссера, балетмейстера и исполнительницы главной роли начинались истерики. Но это только в репетиционном классе. На площадке вдруг все кардинально менялось. Впиваюсь ногтями в ладони. И то, что я не встречал ни у одного артиста, Моста Мактуновского, но не всегда. И когда раздается слово «мотор», в перерыве появляется другой человек со сверкающей улыбкой, с абсолютной свободой мышц, как будто камера ее лучший друг. Когда были отсняты первые сцены, режиссер пригласил Максимову на просмотр. И лишь потом осознал, что поступил опрометчиво. Когда хочется ее удушить, просто удушить, это когда она смотрит материал. Это я вам могу показать, если хотите. Хотите? Я сыграю вам просто. Вот идет картинка. Смотрит материал, еще не озвучено. Смотри, Катя. Почему великолепный материал? Заканчивается. Ну, вы понимаете, что это все надо переснимать? Я говорю, нет. Здесь ни одного года пересниматься не будет. Это, в общем, было событие, потому что так красиво, художественно создать образ Галатеи, что это, вы знаете, редко бывает. Даже у драматических артистов. Лопатки, тело над ногами, повыше встать, да, пониже сесть. И локоточек держи, как куколка фарфора. И состояние души, глазки открыты. Умница. И пониже. Раз. А теперь повыше, повыше вся телом. Тонко, изящно. И вот так запястье не ломаю. И раз заглянула, 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 мама будет гордиться тобой. Екатерина Максимова только что оправилась от тяжелейшей травмы. Вдруг врачи ей объявляют. Вы беременны. После такой новости впервые в жизни Максимова решает забыть о балете. Хотя бы на время. Первые пять месяцев беременности балерина прожила в ожидании счастья. Она была у меня на моем дне рождения 4 ноября. И она уже была чуть-чуть пополневшая. А 7 ноября уже ее увезли в больницу. Володь был в Америке. Когда это произошло, его не было в Москве. Мы приехали одновременно почти. Это я не хочу даже описывать. Может, конечно, Катя была бы легендарная мать. А Володя просто сходил с ума. Ребенок умер, еще не родившись. Врачи объяснили Екатерине, что у них с мужем конфликт резус-факторов крови. Поэтому шансов выносить здорового, нормального ребенка практически нет. Максимова долго не могла смириться с этой мыслью. Васильев тоже. В те дни ему не раз вызывали скорую. Становилось плохо с сердцем. Они потом, после этого, поехали отдыхать в Серебряный Бор. Никого не видя, ни с кем не общаясь. Я помню, как нам с Мишей позвонила Татьяна Гусановна и сказала, поезжайте к ним. И мы с Мишей поехали. И я помню, как я сказала, Катюш, вам трудно, нам трудно, мы не знаем, что можно сказать, что нельзя. Раз и навсегда надо понять, так распорядился Бог, так распорядилась судьба, что ты создан для того, чтобы приносить нам радость. И ты ее приносишь. И вы знаете, как-то вот то, что это было сказано, мы тут уже поставили пол-литра водки, я помню, Володька прибежал, принес какие-то кильки в томате, и мы вот переступили порог сложностей. Вот, может быть, вся эта любовь сейчас и выливается на девочек, которых она каждый раз говорит, я не могу их подвезти. Я говорю, ну давай поедем туда, туда. Нет, я не могу, у меня здесь спектакль, потом этот спектакль, после этого она должна танцевать это, а другая должна танцевать то. И вот так все время она занята, каждый, каждый день. Все будут показаны в танцах, а я буду бросать ноги. Нет, я не согласна, я протестую. У Васильева не стану что-нибудь справа. Нет, я могу. Он скажет, что надо еще быстрее. И все-таки Екатерина Максимова и Владимир Васильев стали родителями. Крестными. Вот это мой крестник, которого я держал в церкви на руках. А он на тебя писал. А вот это крестница Катя. Крестница Катя. В 1994 году великая русская балерина по православному обычаю стала крестной мамой самой известной балерины Японии. Крестница Катя. Крестница Катя. Встречается, Робожий Юли, во имя Отца. Аминь. Истина, аминь. И святого Духа, аминь. Доченька, умойте три разнику, пожалуйста. Умойте три разнику. И цеподать, цеподать. Истина, и святого Духа, аминь. Я, Сережка, беременела. И Катя сказала, что самый лучший момент крестить, это когда беременна. И она меня крестила. Святая вода там и укрнула. И потом она меня вытирала парочинцей, потом ноги, и ноги вытирала парочинцей. И все вот так, вот так везде. Вот поэтому для меня это я старо-правосравленная, но это как только я думаю о Богу, и у меня всегда будет рядом Катя. Екатерина Максимова и Юкари Сайто познакомились случайно. Большой театр был на гастролях в Японии. Перед спектаклем советские артисты решили прогуляться по Токио. Знаменитый дуэт заметил муж Юкари Николай Федоров. Мы шли в районе Шибуи, и вдруг я говорю, Юкари, я говорю, смотри, Катя с Володей идут. Юкари Сайто прима-балерина одного из ведущих театров Японии. Она много выступает у себя на родине. Но когда с ней случилась беда, ей помогла только крестная мама из России. Прямо на сцене спектакля я упала. и у меня левое колено и креста в разной связке 100% разрыва. Японские хирурги все отказали. Они соглашались, что оперировать, но все равно только гарантировать ходить, чтобы не надо забыть о том, что я возвращаю на сцене. Это надо уже забыть. В общем, все-все меня прошли. До вот этого момента Катя из Москвы звонили Юкари, приезжай сюда и сейчас найдем выход. Юкари прилетела в Москву. Ее оперировал хирург Соломон Гершин, который когда-то лечил и Максимову. После этого японская балерина с триумфом вернулась на сцену и танцует до сих пор. Как японский мальчик Сережа получил свое имя отдельная история. Максимова приняла в этом важном деле самое активное участие. Он родился 21 сентября. Мы звоним Кате. Я говорю, ты знаешь, мы хотим его назвать Марий. Молчание в трубке. Звонок из Японии, иногда связь плохая. Алло, Кать! Да, да, слышу. Кать, Марий. Это старое русское имя Марий. Молчание. Не в***ь, сказала она. Ну, вы сделайте потом гудок. Через день мы назвали Сережу Сережей. Кать, мы его назвали Сережей! Слава Богу, идиоты! И... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там! И раз, и раз, и раз. Выворотно! Выворотно! Стоп, стоп, стоп! Ты должна повторить не пять, не десять раз, а сто раз. Ты должна выработать характер, иначе тебя съедят в театре. Или в театре съедят. Она уже упадала от инстинкта, что близость стала. 1986 год. Екатерина Максимова блестяще исполнила главную роль в спектакле «Анюта». Публика была в восторге. Но в самом театре на эту премьеру отреагировали сдержанно. Отношения с коллегами у Екатерины Максимовой складывались непросто. Из-за того, что она замкнутая, вот думает о себе, идет, и с ней люди здороваются, она не отвечала им, и, конечно, она казалась им надменной. Она так не бежит навстречу. У-у-у! Здравствуй! М-м-м-м! Нет! Она так держит дистанцию. И только друзья знали, какая она на самом деле. Когда она выходила репетировать, она снимала себе бриллиантовые серьги, кольца и бросала куда-то там на пол или на одежду на свое, и шла. На всех это производило впечатление большое. Потому что народ говорил, вот звезда демонстрирует свой материальный достаток. Что, мол, мне бриллианты бросают, и все. Я у нее спросил, а ты зачем так делаешь-то? Почему не отдашь кому-нибудь на хранение? И вдруг она сказала, ну как же я отдам кому-то на хранение, чтобы люди оберегали мои драгоценности. Ведь остальные могут подумать, что я им не доверяю, поэтому кому-то даю, чтобы они охраняли мои бриллианты. Стоп, стоп, стоп. Я в таком темпе не сделаю. Неужели нельзя хоть немножко помедленнее? Я-то могу. Чайковский не может. Екатерину Максимову и Владимира Васильева долгое время связывали не только творческие, но и дружеские отношения с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем. Знаменитая пара не раз танцевала ведущей партии в постановках маэстро. Но со временем хорошим отношениям пришел конец. 1988 год. Екатерине Максимовой 49, Владимиру Васильеву 48. Они по-прежнему танцуют в Большом театре. Правда, теперь все меньше и меньше. Главный балетмейстер Юрий Григорович сделал ставку на молодых. Мне нужно было принимать новых актеров. Штатное расписание, не резина. Растянуться оно не может. И очень многих актеров, которые уже за сно пережили какую-то норму в театре, я взял на договор. В том числе была моя жена, между прочим, бессмертная Наташа. И в том числе и Катя, и Плесецкая. Да, но я им сказал всем, дорогие друзья, договор это не значит, что вы ушли из театра. Мы вас будем приглашать по мере возможностей. Разгорелся конфликт. Юрий Григорович созвал общее собрание коллектива. Было единогласное мнение, что Григорович прав, и что мы должны освободить место. И вот вы у этого торта уже достаточно долго сидели, все съели, теперь дайте другим. Вы не найдете ни одного слова, которое я бы говорил против Васильева или Максимовой. В обратном смысле вы найдете. Это была смена поколения, но Юрий Григорович человек очень резкий. Володя тоже не очень покладистый человек. Поэтому незаслуженно, незаслуженно пострадал в этом конфликте Катя. Были вот и отдайте нам зарплату, тогда мы будем танцевать так же. Танцевать так же никто не смог. Но это уже никого не волновало. Екатерине Максимову и Владимиру Васильеву пришлось уйти из Большого театра. Их пути с Григоровичем окончательно разошлись. Знаменитый дуэт занялся собственными постановками. Много гастролировал по миру. Григорович старался их не замечать. Что-то он болезненно воспринимал. Это же где-то так и осталось. Когда он пришел ставить, например, в Кремлевский театр балета, он сказал, пускай репетирует все, кроме Максимовой. Но он проходит мимо и как сквозь стенку. Это холодная стена отчуждения между великими танцовщиками и хореографом продержалась целых 20 лет. Рухнула она только в конце прошлого года. Я позвонил Кате, прошло 40-летие Спартака. И я говорю, ну там были какие-то события. Они говорят, ой, подошел Григорович, поцеловал мне руку и сказал, что он благодарен за то, как я ввожу балерин в его спектакль. Мы, понимаете, начинаем как-то копаться в какой-то уже ушедшей грязи, которую не надо вспоминать. Вот эти времена, когда было все неприятное. Сейчас, слава Богу, как-то время снимает много и успокаивается. А что мы с вами будем теперь разговаривать об этом? Кто о чем что сказал, когда вспылил, может быть. По сути, нынешнее сближение Григоровича с Максимовой и Васильевым – сенсация в мире балета. Я этому очень рад. Я должен сказать, что я поздравляю Кате. Я желаю ей всего самого хорошего, здоровички желаю. Это очень важно для каждого человека. Ну и всяких, так сказать, успехов и творческих, которые она будет делать на своем новом поприще, на поприще педагога, репетиторам, гритмейстерам. Левая, в сторону сбоку делаешь это, подобрать. Я даю. Я даю. Сегодня Екатерина Максимова балетмейстер-репетитор сразу в двух театрах – Большом и в театре Кремлевский балет. Екатерина Максимова помогает молодым артисткам готовить роли. Шлифует каждое движение, доводит его до совершенства. Еще недавно она сама могла с легкостью показать, как нужно крутить фуэте. Но сегодня сделать подобное она уже не в силах. Два года назад Екатерине Сергеевне неудачно сделали обезболивающий укол. Седалищный нерв. Попали в нерв. Ночью она встала, нога отказала. Сделали операцию, сказали удачную и так далее. Но, в общем, так и не. До сих пор, в общем, это не восстановилось. Но никто никогда не услышал от нее ни одной жалобы. С трудом передвигаясь каждый день ровно в назначенное время, Екатерина Максимова появляется в театре. По-другому она просто не может. Руку перед собой раз. Тяни пальцы раз. Выворот на вал большой. Держи. Мизинцы раз. И что? Ничего. До свадьбы заживёт. Хазанов весь Нью-Йорк устремился сюда. Тысячи зрителей восторженно встречали наше выступление. И юную Катю Максимову, исполнившую в покоряющей грации вместе с Геннадием Лезях по ДД из балета «В пламя Парижа». Вот это место, это нужно убрать всё. И раз, да, по! Ещё чуть-чуть кисточкой, не вижу отдачи в кистях. И раз, и два. Раз, и два. Раз, два, три. Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Можно на секундочку? Можно. Пойдёмте, пойдёмте. А-а-а! Боже, мой, боже, 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 боже. Боже, 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 боже. Как дела? Ратюша. Да, вот так. Моя мусна. А вот наша... Ой, боже мой. Здрасте. Мучаемся мы с ней. Мы мучаемся. Вы знаете, что? Ну, выросла-то как уже. Такую профессию выбрала. Ну, давай. Ну, покажешь, что нужно? Ох ты. Отойди сюда. Раз. Я тогда... Не так? Нервные или нет, скажите. А укладывай ручки. Сколько ей еще учиться? Сколько ей еще учиться? Она так вот во втором классе. Только второй, да? Еще и долго, и долго. Только-только самое начало. Ладно, не мучай ребенка, а то она все время больно. Снимай ботинки. Я вам очень... Снимаю ботинки, потому что пальцы уже болят. Когда вот мои знакомые меня просят, посмотри девочку или какую-нибудь там... Сначала мою дочку, теперь уже внучку. Как она подходит, говорит, я говорю, умоляю, только в балет ее не отдавай. Она так любит танцевать. Я говорю, пускай, смотри. Екатерина Максимова, королева балета, царица сцены. Маленькая, хрупкая женщина выстояла перед всеми испытаниями судьбы. И вышла из них победительницей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ